Приближается праздник весны и труда 1 мая. И о том, как будут его встречать, какие мероприятия планируются на этот день, мы поговорим с первым секретарем Челябинского областного отделения КПРФ Игорем Егоровым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Можно я задам первого? Хорошо. Игорь Викторович, скажите, вот для вас наверняка этот праздник все равно остался под единым названием 1 мая, правильно? Под единым названием День международной солидарности трудящихся. Вот так. 1 мая. А вот как сегодня называется этот праздник официально? Мы его так и называем День международной солидарности трудящихся. И будете именно его? И будем его именно так называть. Отлично. Ну, а как отмечать? Будете называть? Мы разобрались. Отмечать. Демонстрации, что? Шествия? Отмечать будем, как обычно, празднично, торжественно. На широкую ногу. На широкую ногу. Действительно, это очень важный такой праздник, и очень он семейный праздник. Вот даже собственные ощущения, которые вспоминаешь с детства, когда с родителями, с дедушкой, с бабушкой ходили на эту демонстрацию. Все тепло, люди все знакомые, все приятно общаются. После этого все приходили друг к другу в гости, организовывались большие застолья, обсуждались проблемы. Все было весело, с песнями, с плясками. Мы сегодня с Леной уже вспоминали вот это все. Ну, начнем мы с шествия, да, наверное, этот праздник? Обязательно, конечно. Мы по традиции собираемся на Аллом поле с 10.30 до 11.30. Там будет у нас работать духовой оркестр, как положено. Формирование колонны. Да, формирование колонны. В 11.30 мы начинаем шествие по проспекту Ленина до площади Революции. В 12.00 начало торжественного митинга на площади Революции. Так, сколько планируется людей, что примут участие в шествии? Ну, на сегодняшний день подана заявка 2000 человек. Но вот смотрим, отклики идут большие, как бы нам не попасть бы здесь под закон о проведении шествия и митингов. Можем перебрать этот план. Можем перебрать, но я думаю, власти не будут строги. А скажите, это только город или едет область? Нет, мы проводим традиционно город в каждом нашем, где у нас присутствуют наши местные отделения. Точно так же проводятся подобные мероприятия по празднованию Международного дня солидарности трудящихся. Точно так же везде проводятся митинги, шествия, где позволяет такая возможность. Ну, а какие лозунги сейчас? Они изменились? Мы вспомнили детство, да, там были свои лозунги. Сейчас лозунги меняются? Сейчас лозунги поменялись, поменялись кардинально. Все-таки ситуация в стране у нас достаточно сложная. И на первый план все-таки выходят уже лозунги именно экономического и социального характера, где люди требуют отстоять какие-то их права, их интересы. И эта тенденция, она уже не первое десятилетие, но вот в последнее время все усиливается и усиливается. Вот, Игорь Викторович, вы вот вспомнили про детство. Мы вот, прежде чем вы к нам в гости пришли, вспоминали о детских воспоминаниях 1 мая. Вот Лена вспомнила шарики, я вспомнил, как я у папы на плечах сидел. А вот какое ваше воспоминание с детства, с 1 мая, вот, может быть, самое яркое такое? В гости мы уже услышали. Самое яркое, это, конечно, все равно вот участие вот в этом, именно вот в шествии, в самом массовом мероприятии. Когда сидишь действительно на плечах у дедушки или у отца, все это видишь вперед, смотришь, большое количество людей с гармошкой, с песнями идут, все счастливые, все веселые. Я заметил в последнее время такую тенденцию еще. Вот молодое поколение, да, вот молодые семьи, которые никогда, в принципе, еще в советское время не застали, да, вот, и сейчас приходят, участвуют в этих мероприятиях. После этих мероприятий подходят и говорят, знаете, мы не думали, что вот можно получить вот такой хороший, такой душевный подъем, именно вот от того, что ты находишься в большом коллективе, и этот коллектив выходит с добрыми эмоциями, радуется, действительно празднично отмечает эти мероприятия. Ну да, какое-то внутреннее ощущение, вот прям вот вы сейчас говорите, я вспоминаю вот этот душевный подъем, да. Ну а забегая вперед, близится не только 1 мая, но и 9 мая. Бессмертный полк, да, будет ли проводиться в этом году такое шествие? В этом году будет проводиться такое шествие, но если можно, немножко закончу по 1 мая. Хорошо, давайте, давайте. Помимо, да, вот, демонстрации, митинга на площади, я хочу пригласить всех жителей города Челябинска на Кировку. С часу до трех у нас будет проводиться семейный праздник под названием «Встречай весну в красном», «Весна красна». Будут большое количество площадок и для детей, и для взрослых. Приходите в красном, получайте подарки, призы. Ого! Да, поэтому вот это мероприятие будет очень интересным и действительно вот таким семейным мероприятием. Поистине, все как в детстве, все как в детстве. Ну давайте вернемся все-таки к 9 мая. К 9 мая, да? Бессмертный полк, как готовитесь? Мы уже поняли, что он будет проходить. Мероприятие будет проходить, маршрут сейчас составлен. Как мы готовимся? У нас на сегодняшний день в городе Челябинске открыты две приемные. Это на улице Свободы 155 и на улице Мебельной 77. Что можно сделать в этих приемных? В эти приемные вы приходите с фотографией своего ветерана. Мы берем на себя обязательство эту фотографию отсканировать, распечатать ее в большом формате, для того, чтобы родственники ветерана, внуки, правнуки могли с этой фотографией принять непосредственно прямое участие в этом шествии. Если у кого-то нет такой возможности, мы берем на себя обязательство, наши волонтеры понесут этот портрет. Если нет возможности прийти, да? А сколько планируется участников в этом году? Планировать такие мероприятия практически невозможно. То, что мы видим, вот неделю наши приемные отработали, мы уже получили более 200 людей пришло только по одному адресу Свободы 155. Мы уже сейчас отдали в печать эти фотографии. Поэтому отклик очень большой, действительно, это такая объединяющая. Это народная акция, да, она переросла уже в режим народной акции. Спасибо огромное. А мы напомним, что в гостях у программы «Наше утро» был Игорь Егоров, первый секретарь Челябинского областного отделения КПРФ. А сейчас пришло время выпуска новостей. Спонсор выпуска – российский производитель трикотажа «Рехина».